Вот ей-богу, лучше не читать сообщения Госстата Украины. После их изучения любые выступления министров, депутатов, не говоря уже о Президенте, воспринимается неправильно. Я бы сказал суровее, не патриотично, потому как вышеперечисленные мною господа говорят одно, а эти затесавшиеся в государственную службу чьи-то агенты влияния сообщают иное. Ознакомился с эфирю о ситуации в стране, прошедшем мае месяце. Лучше бы не читал. Судите сами. Начну со спиртного. Не потому, что любитель выпить, а по причине исключительной заботы о пополнении государственного бюджета. Итак, Украина сократила производство водки в минувшем месяце на 3,1%. Среди было произведены меньше, чем в апреле 2017-го на 8,4%. Можно радоваться, что население будет меньше травиться табаком и спиваться. Но надо понимать, свято места пусто не бывает, и взамен товаров, произведенных в заводских условиях, народ обеспечивая себя травой, обращаясь к производителям, абсолютно не контролируемым со стороны государства. И деньги от реализации, понятно, идут не в казну, а в карманы ушлых дельцов. Еще сильнее одолела тоска от следующей информации. Если сравнивать производство стали в мае 2016-го с аналогичным месяцем нынешнего года, то здесь падение производства просто ошеломляет. Сокращение близко к 18%. Не лучше обстоят дела с прокатом и выпуском чугуна. А ведь раньше именно металлургия приносило государственному бюджету значительные валютные поступления. На полтора процента сократилось производство электроэнергии в прошедшем мае. И почти на три процента добыча угля. Теперь самое интересное из Цефири, предоставленное Госстатом Украины по итогам мая 2017 года. Цитирую. Промышленное производство в Украине, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе, в мае 2017 года, по сравнению с соответствующими месяцами 2016, увеличилось на 1,2%, скорректировано на эффект календарных дней 100%, против падения 6,1% месяцем раньше. Тут стоит объяснить, что такое определение эффект календарных дней. Это тенденция, подразумевающая, что акции ведут себя по-разному в праздное время года, включая такие аномалии, как январский эффект, эффект месяца года, эффект дня недели, праздничный эффект. Поскольку к биржевому рынку Украины внимание практически нулевое со стороны экспертного сообщества, можно только восхититься мастерством специалистов госстата Украины, их умением вешать лапшу на уши обывателю этим самым эффектом календарных дней. Теперь скажу вот о чем. Есть такая наука, политэкономия. Ее определяет так. Одна из общественных наук, предметом изучения которой являются производственные отношения и законы, управляющие их историческим развитием. Я не знаю, какими законами руководствуются руководители финансового и экономического блока правительства и парламента. Судя по всему, они точно не читали Антуана де Монкентриена и Адама Смита, ибо даже у студентов, читающих цифры госстата Украины, возник бы вопрос, каким образом при сокращении производства угля, стали и электроэнергии, в мае месяце наблюдается рост промышленного производства. Чтобы сбить горечь этого ядовитого вопроса, пойду отыщу на кухне остатки роскоши – кусок шоколада. Между прочим, его производство сократилось в мае месяце 2017 на 7,6 процента.